Это подруга Миши. Так зовут беглеца. Они содержались в одном вольере, пока шторм не разлучил их. Миша всего два года. В дельфинарии воспитывается с самого рождения. Сотрудники говорят, что очень к нему привыкли и переживают за него, как за ребёнка. Такой же, только мальчик и чуть-чуть побольше. Побольше размерами, килограмм на 10 может, ну чуть больше. Ветер дул, и шторм был, тягун, и сетка перетёрлась об камни снизу, на дне. И он вышел, видимо, под сеткой, под вольерами прошёл. Вот уже трое суток не прекращаются поиски. Сотрудники дельфинария отчаянно прочесывают близлежащую местность, невзирая на сложные погодные условия и раннее наступление темноты. Старший тренер Юрий Руднев опасается, что если усилится шторм, зверёк может погибнуть. Мы обошли ближайшие территории вокруг дельфинария. Прошли вот здесь вот, получается, эту часть практически всю, да, от первой лагуны. И с той стороны тоже всё обошли, в сторону Суко, Варваровки. Но пока всё чатно, пока никакой информации, ничего мы не нашли, не обнаружили. Ещё как погода вот нас немножко настораживает, потому что погода ухудшается. Это всё-таки зима, всё-таки возможно, что ещё будет сильнее шторм. Шторм – далеко не единственная опасность для морского котика. Специалисты говорят, что он мог утерять инстинкт добычи пропитания в диких условиях, так как с самого рождения привык получать пищу из рук тренера. Всё-таки какая-то надежда есть, что он может где-то ухватить рыбку, там ещё как-то попытаться прокормиться. Опять же, может быть, на фоне голода он, наоборот, выбежит на берег. Он может где-нибудь и дрейфовать на море, что мы просто его пока не видим. Но мы надеемся, что он всё равно рано или поздно выбежит на берег, и мы всё-таки как бы его найдём. И надеемся на, может, какую-то помощь общества, если кто-то вдруг что-то увидит. Сотрудники дельфинария просят всех неравнодушных оказать содействие в поисках и при встрече со зверьком незамедлительно сообщить о его местонахождении по телефону 8-988-33-66-006.